Так что четвертый том, над которым я сейчас вот его просто работаю, чтобы сделать в PDF как книжечку и выставить в библиотеку, как бы сказать, опять меня не то что подтолкнул, ну примерно будет так, подтолкнул, вроде бы я это знал, но уже подзабыл. Из-за того, что вот эти различные рецепты, из-за того, что там какие-то там проблемки, вот я тут болею, ножка у меня, что сделать, чтобы ножка не болела, а это головка заболела, вот что сделать, вместо того, чтобы понимать, с чего все это начинается, и как это протекает, и как из этого выйти. И вот, смотрите, Бум говорит, лекарством и противоядием против вот этих всех раковин, которые у нас имеются в полевой форме жизни, и постоянно подпитываются чертами характера, такими как брызливость, такими как обидчивость, такими как мнительность, такими как тревога, по любому поводу. Является чувство спокойствия и радости. То есть любое событие, оно должно встречаться со спокойствием и приносить, знаете, когда вы его так решаете, радость вам, вот в нахождении потоки. Оказывается, еще древние наши мудрецы, несколько тысяч лет назад, а они же сказали одно, дух, который создает полевую форму жизни, то есть душу, по-простому, и тело, что бы ни происходило с душой, что бы ни происходило с телом, больно, радостно, плохо, хорошо, холодно, жарко там, холодно, сыто, он этим наслаждается, понимаете? Он наслаждается этим и черпает из всего этого свой опыт, который он к себе откладывает, откладывает, благодаря которым он совершенствуется. То есть для него нет ни плохого, ни хорошего. Для него есть одно событие, которое приносит ему радость. И вот эта вот радость, почему я говорю исцеление, радостью и красотой, вот это важно понимать. И какая бы ни было у вас заболевание тяжелое, где бы вы там не лежали в больнице и так далее, вот постарайтесь найти якоря, это называется, якоря, зацепиться. И чтоб они продуцировали радость, вот, 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 работаете так вот своим умом, понимаете? У нас рабочий аппарат не руки, не ноги, у нас рабочий аппарат голова, голова. И вот когда мы головой работаем, то добиваемся самых-самых больших результатов. В основе работы с головой лежит самообразование. Вот мне там кинули такое. Ты там охранник, ты там токарь-пекарь там, и так далее. Куда там лезешь, там, гены-мены, да, вот, видите, меня несколько-то цепляет. А я им могу возразить, а вон. Да, кстати, в свое время и Черчилль, и Трумэн, особенно Черчилль, говорил, вот этот сын сапожника тут правит государством, Сталин, сын сапожник, благодаря тому, что любил читать, любил образовывать себя, любил знания, достиг вот таких вот вершин. И 18 лет управлял государством. А Черчилль, чуя, вот, выгнали, потом и все. Трумэн там умер, то есть его избрали на определенный срок, все. И все. Или там не Трумэн, а кто там был? Американский президент. А Сталин вот так вот показал, что, что и как. Он стал фигурой благодаря самообразованию. Начнете этим делом заниматься. И, глядишь, у вас совсем по-другому пойдет жизнь, возможности. Ну, ладно. А то, понимаете, вот, как бы сказать, очень важно держать тему. Потому что одно, вроде бы, как к теме. Это уже ведение разговора, ведение беседы, а тем более чтение лекции. Ну, и передача в том числе. То есть, как бы сказать, есть основная стезя, ствол, допустим, программы там, лекции, беседы. Вот. И веточки, которые бы дополняют. Но иногда от ствола уклоняются. И пошел... Растекаться по древу, пошел по ветке, которую там зацепил, допустим, ага. Зацепил вот жизнь замечательных людей, великих людей. Те, которые, как бы сказать, достигли. Меня все равно всегда интересовало, за счет чего они это достигают. За счет чего они становятся такими. Все это началось со спорта. Юморик, да что ж он такой сильный, а я нифига. Что ж он такой левкий, а я нифига. Что он делает, в конце концов? Ага, то-то, то-то. И я. И тут-то только упорство в делании. И здесь только упорство в получении знаний, интерпретации всего этого, понимаете. И получается на основе разрозненных знаний, они потихонечку только раз, кристаллизуются в одно нечто целое. И ты начинаешь понимать закономерности, ты начинаешь понимать связи, ты начинаешь понимать много-много. И, как правило, это невольно отражается на тебе, что ты начинаешь этого придерживаться. Вот я волновался по поводу своей внешности. Волновался, как ко мне там относятся. Могут там оскорбить и так далее, и тому подобное. Вот где-то последнее, особенно после телевидения, время, я почувствовал себя вот таким, таким спокойным. вот, как бы сказать, а если тебя вдарят по лицу, что ты будешь делать, что ты будешь делать в голове, ой-ой-ой-ой-ой, то, все, пятое, десятое. Ну, вдарят так, вдарят, понимаете, как-то, как-то перестало это заботить. Дам сдачи или, там, скажу спасибо в зависимости от ситуации. Но нету того волнения, того напряжения, когда ты подходишь к человеку и думаешь, как он тебя встретит, что он тебе скажет. А тем более, если ты подходишь благожелательно, то все нормально. Ну, такая беседа я ее выставлю. И что я хочу еще сказать, это то, что, понимаете, вот я сам, будем говорить, написал целительные силы и изложил такой, можно сказать, уникальный материал, его где-то до конца даже не это, сам не прочувствовал. Вот сейчас, когда я повторно работаю, я думаю, там, на основе, там, и лекции сделать, почитать там вам, я убедился, насколько он, будем говорить, не то, что уникальный, а самое важное, что он рабочий, он нужный. Мы все что-то, знаете, беремся, грубо говоря, какую-то одежку одеть, как выглядеть и так далее, не уникая в то, что под одежкой у нас творится. чистые мы, не чистые, там, ухоженные, неухоженные, сытые, не сытые, грубо говоря, так это, простым языком, что там в нашем сознании творится, как от всего этого избавиться, как его настроить на то, чтобы она работала с вот этим всем целым, работала так, чтобы, понимаете, это было полезно и тебе, и целым, и выражалось не просто в каком-то там отречении, в каких-то таких интересных благах, которые тебе нужны, но которые, которые, будем говорить, не столько материальны, сколько совсем по-иному. То есть, вообще-то, грубо говоря, поесть там, попить там, жилище там, ну хрен с ним, перебегаться там, на какой-нибудь там, тарантайке. Вот, ну, и это вполне достаточно, чтобы там, ощущать себя счастливым, радостным. А то же нет, там квартира, там квартира, машины, крышины, самолеты, яхты и так далее, а человек может быть по большому счету несчастьем. Вот такие вот древо-древо раскрываются. Вон, мне там носик видеокамеры, я вам покажу, на этой машине оставил в Ашане, застовка. То есть, практически новая машина. А мне ее попробовали вырвать. Вырвать не вырвали, но вот так вот изуродовали, да? И я помню, раньше свое отношение было, когда у меня сперли люк, а я занимался как раз вот методикой красивых слов. как пошло у меня, понимаете, энергетика. Вот эти вот пространства, там буквально вот эти вот стихии, такие как я, мера мироздания, глубина и шагная воплощение знаний, все. И когда сперли люк, люк, канализационный перед гаражом, ну и туда могла там машина упасть, вот. Я не сдержался, там очень негативно отозвался. И сразу же все только, знаете, такая, опачки, и закрылось. То есть вам дается такой, как бы сказать, бонус посмотреть. А что же вы будете с этим делать? он такие дела мысленно там желает но не ничего ему давать не надо хары вот и я медленно 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 осознанно нарабатывал и только оба новое препятствие вот это вот это то есть это даже сообразно с люком как-то это посерьезнее вот тебе только камеру раскурочили я к этому отнесся спокойно спокойно ничего никому ничего не пожелал хренсти только подумал где взять деньги и мои деньги тут немалые но думаю заработаем сделаем я не люблю куроченных машин если есть что-то оно должно в порядке вот понимаете и сейчас я говорю и как бы сказать оттуда тоже на за мной наблюдать и вот это своеобразная радость молодец ты это понял это прошу это урок бы насколько ты насколько ты внутренне созрел насколько ты изменился насколько ты смог проработать свои несовершенства но это совсем другого дела я сейчас иду может быть изменяется вы почувствуете моя энергетика мое восприятие вот радость охватила то есть вот вот черпание радости в таких вот в различных вещах и осознание того что ты вот как-то частицы этого целого что все что тут есть это для тебя от этого роста вот это вот приносит нечто совершенно иное нежели что-либо вот и об этом об этом вот таких вещах вы даже вопросы не задаете на эту тему потому что грубо говоря девяносто девять процентов и девяносто девять и девять десятых процентов людей они они испытывают какой-то шок стыд чтобы чтобы говорить вот что-то показать вот такой вот сугубо личная которая который их волнует который их корежит которая их бывает изводит но нет они с этим живут не знают как от этого избавиться а я как раз в целительных силах четвертый том я как-то думал да так уникальная книга с этих позиций то есть целительные силы они как бы сказать вот для роста ага очищение питания хорошо биосинтез биоэнергетика до рама на всю далее там что там уже твои на терапии там еще там трава лечения и концовка а как же с сознанием работать не все там изложено до чего я сейчас дошел потому что это вначале было так сказать моего писательского труда то есть сейчас бы я это вот это использовал да еще с интерпретацией это вообще была бы изюминка понимаете руководство к действию то есть любому человеку важно самого себя понять понимаете это не то что вот я вот сейчас иду я разговариваю с вами и рассказываю там как гнать паразитов или еще чё-нибудь или чё-нибудь а я на примере себя показываю вам как с собой работать что вас гложет и к чему-то приводит а то таки понимаете фраза бросается гены вот это здоровье создают там или питание там или еще что-то там такое то есть абсолютно она не понимается откуда что и так далее кстати другой случай вспомнил уж извините женщина пишет приводит пример вот я сделала аборт мне значит плохо почистила после этого там возникли проблемы тара-та-та-та-та ну и перечисляет и то и сёга лечение и такой сякой толку никакого и в конце концов говорит и с мужем я перестала ощущать значит вот эти половые ощущения и как бы сказать вот чтобы сделать чтобы обернуть чтобы это вот в якобы виноват аборт якобы виновата что врачи там плохо что-то почистили так далее как бы вот так рассматриваться стоп а давайте вернемся в начале а почему вы решили сделать аборт вот это вот нравственная сторона не проработана почему вы решили так поступить в итоге на уровне сознания вы уже себе причинили вред и грубо говоря если плоды вашей любви не нужны то тогда и сладостные ощущения не нужны с мужем зачем они нужны они вылиться в какой-то конкретный результат а если в этому делу препятствуете то естественно мы и это у вас отнимем но какая интересная вещь начинается поэтому вот с того уровня начинаешь когда действует действует то получаешь совершенно иные результаты и самое важное самое важное это радость красота спокойствие но чтобы этого достичь надо избавиться потому что вот эти там говорят там генетики там инграммы другие там говорят там империал это я такой от нашего мышления и прочее 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 там даже и бесы все это липнет к тому человеку который который неумелым мышлением нашпиговал себя вот этими раковинами сделал себя несовершенным и привлек дурноту из окружающего мира себе а потом вот ай-яй-яй ай-яй а шо шикак вот это называется вообще-то душеполезная беседа так насколько я проходил знать за беседой так сказать время летит быстро вот и подчеркиваю рассказывать о моем канале подобного нигде нет все люди зашорены все боятся раскрыться раскрыться опять-таки вы знаете вот недостаточно слова чтобы я начал опять целую лекцию читать раскрыться да когда вы раскрылись то есть как бы сказать человек спрятал и какие-то свои там грешки в себе и все он закрылся и с ними живет знаете как в тюрьме там вот эти в камерах сидят эти грешки он напоминает тюрьму целом а когда он наоборот открыл эти клетки раскрылся эти все грешки вышли или они поняли будем говорить на чем они основаны все здание стало открытым для света для проветривания совсем иной вас то поступает энергию вас поступает вам этот благодать не побоюсь этого слу и много-много что характеризуется одним словом прекрасная лепота хорошей ну